Привет, мой друг! Меня зовут Давыдин Калек. В этом видео я расскажу про то, что же я продал на ebay. Начну с того, что в последнее время я продаю какие-то товары, да, и увидел, что в моем магазине они не исчезают, а остаются продаваться дальше. То есть получается, что я продал товар, он у меня обычно исчезает, да, из магазина, потому что он продан, он в единственном экземпляре. Или какая-нибудь книжка, либо еще какой-либо товар, да, и после чего я вижу, что он опять продается, люди его продолжают добавлять в избранное. И в конечном счете может получиться так, что пройдет какое-то время, и человек опять его повторно купит, а у меня уже этого товара нет. И получается вот такая как бы нестыковка, это, понятно, ну, можно сказать, да, косяк ebay, и это уже, ну, не первый косяк, много разных косяков случается. Они, конечно, меня напрягают, ну, и не только меня напрягают. В прошлых видео я рассказывал, что часто пропадают фотографии на ebay, то есть мы загружали по 12 фотографий, и остается одна, и ebay говорит, ну, это просто техническая ошибка, ничего страшного, как бы, а то, что я восстанавливал там несколько недель все эти фотографии, все лоты пересматривал, как бы, никому это не интересно, и никто не хочет компенсировать эти дела. Ну, вот сейчас вот такой косяк я написал непосредственно ebay об этой неприятности, да, ну, посмотрим, что они ответят, пока мне ничего не ответили. Получается, что вот я продал книжки Бетховен. Книжки Бетховен я продал в трех томах, я уже, в принципе, их упаковал, они у меня четко влезли в такой вот пакетик. И вот такие ноты Бетховена на польском, как я понимаю, языке в трех томах. Ну, музыка, она не имеет языковых границ, ноты в любой стране, можно сказать, ноты. Ну, в общем, ребята, вот такие вот три Бетховена. Три Бетховена я продал, я как-то их купил на барахолке у одной женщины, у нее все было по музыке, и я сразу все у нее там как-то и купил. И вот эти, как понятное дело, все три книги я с нотами выставил у себя на ebay магазине в одном лоте. Я указал стоимость 50 долларов плюс 25 долларов доставка. Мне предложили 40 долларов, но я думаю, не сильно зарубили. Если бы там зарубили 20-25, я бы еще очень сильно посомневался. Ну, думаю, 40, сомневаться не буду, я согласился, человек мне оплатил 40 долларов плюс 25 долларов доставка. Ну, смотрю, по доставке, возможно, мне не хватит, потому что я взвесил эти три книжечки, которые весят больше двух килограмм. И вот сейчас, думаю, сегодня я как раз записываю это видео и буду отправлять эти три книги, которые весят больше двух килограмм в Америку. Они четко влазят вот в такой вот пакет. Ну, как вы знаете, что печатную продукцию, ну, если мы будем брать бандероли, можно отправлять до двух с половиной килограмм. Вот как раз до двух с половиной килограмм как раз они и проходят. Поэтому они там 2-2-100 с чем-то, с пакетом. Ну, и, соответственно, до двух с половиной килограмм они будут, и я отправлю их в бандеролю. Получается, что я увидел, что эти же три тома, да, опять же, у меня висят в магазине, как не проданный товар, и получается, что я, соответственно, за каждый месяц опять проплачиваю за них, за выставленные лоты. И, в конечном счете, может получиться так, что опять какой-то человек у меня купит их, и я не смогу ему отправить, и, опять же, чей это будет косяк. Косяк eBay, а мой косяк перед тем человеком, который купил, да, и получается вот такая вот. Это хорошо, что я увидел, а теперь мне надо опять сесть и просмотреть все мои продажи, которые я сделал за последнее время, там, за последние два месяца, и посмотреть, удалились ли они, либо мне надо их самому вручную удалять, так как они, собственно, опять висят. Если вы тоже заметили, ну, такую неприятность у себя в товарах, то напишите в комментариях, будет интересно пообщаться поводу этой темы. Ну, вот я реально заметил, как бы, ну, это реальный косяк, и это очень неприятно, потому что может получиться так, что я продал, и на следующий день у меня человек другой купит этот же товар, а у тебя его нету, и ты должен ему будешь писать. Простите, извините, тут кто-то что-то так получилось, тут ЕБЭ не удалил, и, короче, ну, мало приятного, потому что опять надо будет возвращать человеку деньги, ну, такой косяк, короче, ЕБЭ. Раньше такого не было, и вот каждый раз какие-то косяки у ЕБЭ всплывают, которые, ну, совершенно неприятные, которые как раз тормозят всю эту работу, потому что я раз потратил две недели на того, чтобы восстановить свои лоты, восстановить фотографии в лотах, все пересмотреть там, у меня полторы тысячи лотов, каждый пересмотреть, добавить фотографии и так далее. Я написал, что вы могли бы мне компенсировать хоть за аренду магазина, грубо говоря, не брать. Нет, это просто технический такой косячок, на который вы не обращайте внимания. Ну, такая вот, собственно, моя продажа. Ну, ладно, поехали дальше. Следующее, что я продал, это шашки, обычные шашки, шашки СССР, белые, черные шашки. Кто любит в шашки играть, вот такие шашки я выставил на ЕБЭ, и у меня они стояли 10 долларов и 12 долларов доставка. Ну, собственно, человек не торговался, заплатил мне в общей сложности 22 доллара за эти шашки, и, соответственно, я их тоже сегодня упакую и буду отправлять. Я их взвесил, они весят 154 грамма, то есть как раз они входят в категорию до 250 грамм, и постараюсь я отправить их мелким пакетом и оплату марками постараюсь произвести. Ну, такие мои ребята продажи 40 долларов и 10 долларов, 50 долларов. Ну, потихоньку что-то продается, не без этого. Ну, вот такую неприятность по поводу того, что лоты не удаляются, я вам рассказал. Пишите в комментариях, вопросы будут задавайте. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok